Приветствую всех на нашем канале Швили Фэмили. Меня зовут Юлия. Сегодня я приехала на главную автобусную станцию нашего города, города Решен-Лицион. И хочу показать, как выглядит автобусная станция. Главная автобусная станция города. Вот видите это здание. Сейчас мы зайдем внутрь. Будет много полезной информации, как оплачивать проезд, чем пользоваться в Израиле, какими приложениями, которые помогут вам проложить ваш маршрут. Так что сейчас зайдем внутрь. Все буду показывать и рассказывать. И так как оплата производится вот такими вот карточками. Называется это РАВКАВ. Пополнить их можно здесь. Вот можно наличными, можно с помощью кредитной карты, можно с помощью сайта. Все это здесь делается, выдается сдача. По-моему минимальная сумма, которую можно положить, это 30 шекелей. И есть разные тарифы. Есть дневной, есть... Можно купить на месяц, можно купить разные направления. Вот видите, все здесь рассказано, показано, есть инструкция. И здесь можно купить билеты также, как я уже сказала, на один день. По-моему сейчас... А, нет, вот остались бумажные билеты только в одну сторону. Потому что я знаю, что бумажные билеты отменяли. Но вот все-таки здесь есть, и можно их купить. И также есть касса. Если кто не справляется вот с этими автоматами, возможность купить билет есть и у людей. Также можно оплатить, видите, монетками. Не обязательно иметь кредитную карту. Все возможности для людей. Вот так выглядят автобусы, которые подъезжают к определенному пути. И сюда выходят люди на автобусах. Шалом! Здесь есть расписание. Можно ориентироваться, какой путь, с какого пути уходит ваш автобус. Самое интересное, что эта дверь, она работает только в одну сторону. Если я сейчас туда выйду, то обратно я не зайду. Поэтому поснимаю вот так вот за дверью. Есть у нас несколько авиакомпаний, которые действуют по Израилю. Это Эгит, Кавим, Супербус и вот здесь Афиким. И здесь написано расписание каждого автобуса. Отсюда выходят не только по городу автобусы, но и междугородними. То есть можно уехать, вот видите, в Аждот, Ган-Явда, Шкелон. Всегда написано на двух языках, на иврите и на английском. Потому что могут автобусами пользоваться все, конечно, в нашей стране. Вот видите, здесь уже Риховат. И вот так можно, двигаясь, найти свой автобус. Обычно, когда вы покупаете билет, то там написано, с какого пути отходит автобус. Не все компании дают возможность приобретения бумажного билета. То есть, видите, вот здесь не нажимается. А если нажать здесь, то можно приложить сюда ровкав. Сюда он кладется. И оплачивается кредитной картой этот билет. А это продолжение автобусной станции, которая напоминает обычный торговый центр с огромным количеством магазинов, супермаркетов. В принципе, всем необходимым. То есть, обычный торговый центр, которым пользуются люди. Здесь же находятся почта, цветы, констовары, товары для детей. Все, что нужно для жизни. Важно добавить, что в последнее время здесь начали добавлять интерактивные табло, по которым можно отследить, где же находится автобус. То есть, вы ожидаете, например, автобус под номером 117. По расписанию он должен уже быть здесь. Есть специальные табло, которые в реальном времени отслеживают, где же сейчас находится автобус. Здесь такого нет, потому что это те остановки, которые, в принципе, находятся как раз-таки на автобусной станции. Поэтому здесь табло нет. Но если вот посмотреть через дорогу, вот видите, там установлена... Вот она. Так, вот она, вот она, вот она. Вот она. Серая остановка там засвечивает солнце. Вот, да, ее видно. Это уже новая, кстати, остановка. Она оборудована не только табло интерактивным, но и также там можно зарядить телефон. Это уже что-то новое, что сейчас привносит в город. Она еще, кстати, не запущена в действие, то есть ее только установили. Сейчас перейдем через дорогу, покажу вам ее поближе. И также есть приложения, с помощью которых можно отслеживать, где же находится автобус. Одно из самых популярных приложений это MoveIt. Вот вам логотип. И оставлю в комментарии ссылку на это приложение. Это приложение просто, которое облегчает жизнь. С помощью него можно полностью проложить маршрут. То есть даже если вы будете использовать не только автобусы, но и, например, поезд, чтобы вам добраться из точки в точку, то он вам проложит самый оптимальный маршрут, где нужно пересесть, где нужно сменить автобус. Если нужно сменить автобус на поезд, также он проложит вам стоимость всей этой поездки. И самое главное, в реальном времени он показывает, что происходит. То есть, например, есть какое-то мероприятие в городе, и дороги перекрыты. Этот MoveIt вам покажет, что на сегодняшний момент дорога перекрыта, поэтому сегодня вы там не сможете проехать. Это те экраны, о которых я говорила. Они установлены на многих остановках. Сейчас отсвечивает солнце. Но вот написаны те автобусы, которые приедут. Номер автобуса. Вот, например, 85-й приедет через 14 минут. 5-й приедет через минуту и потом через 11 минут. То есть, даже можно знать, когда будет следующий автобус. Очень удобно. Не нужно никаких спецаппликаций или приложений. Сегодня максимально сокращается контакт между пассажирами и водителями. Если раньше можно было заходить только через переднюю дверь, потому что там происходила оплата поездки, либо вы прикладывали свой проездной. Ну и также я помню еще такое время, когда у водителей были вот такие вот специальные разделения для монеток. И они вот так вот всегда... Был такой шум, чтобы отдать, сдать сдачу. Также были такие бумажные проездные. У каждого водителя, я помню, был свой дырокол со своей формой. И, например, вы покупали такой проездной бумажный на 20 поездок. Это было дешевле, чем покупать по одной поездке. Но это был не месячный проездной. То есть, вы могли пользоваться в течение года, двух лет и так далее. Неважно. Но это выходило чуть дешевле. И вам вот каждую поездку прокалывали этим дыроколом. Сегодня все это уже ушло в прошлое. Сегодня можно зайти уже в любую дверь автобуса. Раньше заходили только в переднюю и выходили через среднюю дверь в автобусе. Сегодня можно зайти уже в любую дверь. Прикладывайте свой проездной. Все это уже в электронном виде. И тем самым вы оплачиваете поездку. Также здесь есть контролеры. Контролеров никто в Израиле не отменял. Причем в будние дни и в утренние часы они работают очень часто. Они могут зайти и проверить оплату. Штрафы зависят от того, в каком городе вы нарушили и не заплатили проезд. Вообще, сколько стоит проезд? Если это по центру, по Гуждану, у нас проезд стоит 5,90. Города, которые подальше, насколько я помню, в Бершеве проезд был 4 шекеля. В общем, в каждом городе своя цена. И очень важно, вот то, о чем я говорила. Дневные проездные или месячные проездные. Например, когда вы покупаете на день, то можно купить от Ришана до Тель-Авива. И это называется ховши-юми. То есть можно целый день кататься, заплатив лишь 13 шекелей, пользуясь и поездом, и автобусом. Это очень удобная опция, потому что, например, поехать на поезде из Ришана в Тель-Авив стоит 12,5 шекелей. А заплатив 13 шекелей, вы можете бесконечно долго пользоваться поездом, автобусами по Гуждану и перемещаться из точку в точке. Но, скажите, это на самом деле выгодно и очень удобно. Но есть огромный минус у израильских автобусов. Им прокладывают очень длинные маршруты. То есть найти автобус, который доедет вот из точки А в точки Б, и не сделав огромное количество кругов, такое очень тяжело. Для чего это делается? Ну, чтобы максимально собрать людей, максимально охватить те районы, в которых проезжает автобус, ну и, в принципе, оказать всем услуги. Поэтому, например, чтобы добраться отсюда напрямую до моря, ну это займет 10 минут на машине. А если вы поедете на автобусы, конечно, это все будет намного дольше, потому что он ходит кругами, но, опять же, он оказывает для всех услуги. Есть прямые автобусы, цена не отличается. Потому что, я знаю, есть прямой автобус, например, из Бершевы. И он запускается в те дни, когда солдаты возвращаются домой. Об этом тоже очень много думают. Специально продумана логистика запускать маршруты, чтобы солдаты могли вернуться домой. Где есть военные базы? Есть на юге, есть на севере. Значит, пустим оттуда автобусы в центр страны, чтобы в четверг они могли добраться до дома. А в воскресенье они могли вернуться на базу. Поэтому есть специальные маршруты прямые. И мы об этом знаем. Из Бершевы можно доехать, например, до Ришон-Лицона практически по прямой. А есть маршрут, который будет петлять, петлять по всем городам, которые будут по дороге. Может сделать 43 остановки. Я помню, как-то я отслеживала, бабушка ехала сюда. 43 остановки автобус сделал. И заняло это около 3 часов. Хотя по прямой от Бершевы до Ришона ехать 50-55 минут в час максимум, если вдруг где-то будут какие-то заторы. Также сегодня общественный транспорт оборудован всем необходимым. Конечно же, там есть кондиционеры. Это обязательное условие для общественного транспорта в Израиле. Да и вообще для любого транспорта в Израиле. Без этого просто невозможно передвигаться. Также практически во всех сегодняшних автобусах есть зарядки для Wi-Fi. Есть возможность подключить USB-порт. То есть, ну, такие современные оборудованные автобусы. Многие автобусы ходят полупустые, особенно в дневные часы, потому что люди уже добираются до работы. Тогда происходит час пик. Когда обратно возвращаются тоже часы пик. А если проехать днем, то они практически полупустые автобусы. Сегодня у нас за водителями запрещено садиться из-за нарушений, да, из-за ситуации с короной. В общем, это возвращали, потом снова вернули. В общем, нежелательно садиться за водителем. Но обычно днем очень много мест, где можно распределиться по всему автобусу. Надеюсь, вам был интересен такой небольшой обзор общественного транспорта Израиля. Хотите дальше смотреть про поезда и так далее, обязательно пишите. И проедемся на Ракевит Исраиль. Не забывайте подписываться на наш канал. Лайки, колокольчики, комментарии. Все приветствуется. Ну и до встречи. Пока-пока.